Ну а сейчас я возьму полезную информацию у Галаниной Марины Алексеевны. Марина Алексеевна, здравствуйте. Расскажите, кто вы? А ведь вы не последний человек на этом чемпионате, мы точно это знаем. Добрый день, Иван. Я рада вас приветствовать на нашей площадке. Но я не могу сказать, что я не последний человек. Я думаю, что главные люди на нашей площадке это те студенты, которые сегодня собрались и очень достойно представляют свои рабочие профессии. Потому что чемпионат посвящен именно продвижению рабочих профессий, которые сегодня важны для нашего региона и для нашей страны. Поэтому главные люди это новые молодые рабочие. Скромность, скромность, конечно же. У вас небольшая такая, ну ничего страшного. Какие нововведения происходят каждый год в чемпионате? Расскажите, пожалуйста. Во-первых, меняется чемпионат, это результат деятельности. А нововведения происходят, инновации происходят в образовательном процессе всей системы Тюменской области. Потому что система СПО очень развивается, она становится современной. И обучение происходит по международным стандартам. И вот здесь, конечно, нам очень помогают стандарты WorldSkills, которые вы видите, что сегодня чемпионат проходит по этим стандартам. Поэтому вот вход этих стандартов в образовательный процесс меняет вообще все. И структуру образовательного процесса, и образовательную среду, и меняет самое главное самих студентов. И видите, с каким желанием сегодня наши выпускники школ идут в наше образовательное учреждение. У нас сегодня конкурс. Вы видите прекрасные лаборатории, современные, которые не отличаются от лабораторий. Ну, я думаю, что даже у нас где-то получше, чем уже в европейских странах. Если честно, да, было одно в европейской стране получше. Это правда. Это признают сегодняшние эксперты, которые работают на площадке. Потому что люди приезжают из Петербурга, из Москвы, и говорят о высоком уровне подготовки площадок на нашем полигоне. Спасибо за оценку. Действительно так. Скажите, какие компетенции, как вообще компетенции новые попадают на чемпионат каждый год? Каким образом они выбираются? То есть тянется жребель или каким образом? Ну, во-первых, в Тюменской области есть определенные приоритетные проекты. Это развитие сервисных направлений, потому что приходят новые предприятия. Ну, и сами знаете, что наш город называется одним из лучших городов Российской Федерации. Поэтому горожане должны получать хороший сервис, хороший уход за телом, за лицом, иметь возможность вкусно покушать в ресторане, иметь право на хороший высокий сервис, на красивые цветы. И это все связано с развитием, прежде всего, нашего Тюменского региона. Поэтому мы, как образовательная организация, стараемся идти в ногу и выполнять запрос нашего общества. Лучшие кадры только в Тюмене, только в Тюмене. Это точно. Это точно. Мы на это надеемся. Будем стараться. Спасибо. И расскажите, пожалуйста, о результатах 2016 года, чемпионата 2016 года. Есть ли какие-то у нас участники, которые добились победы на Российском фестивале и, может быть, даже не дальше? В Тюменской области есть несколько студентов, которые вошли в национальную сборную, стали победителем. Но, к сожалению, есть возрастные моменты, которые не всегда, например, не было такого опыта и не всегда это учитывалось. Поэтому я думаю, что у нас все впереди. Этот чемпионат покажет, потому что 85 регионов Российской Федерации, страна у нас очень большая, соревнуются. И нашим участникам, в общем-то, придется доказывать свою компетентность. Все результаты заносятся в систему СИЗ и в дальнейшем составляется единая таблица. И мне бы хотелось, конечно, чтобы Тюменская область в этом году выглядела очень достойно в этом рейтинге всех регионов. Я вам скажу, что она и будет выглядеть достойно и на мире, и на России. Давайте будем стараться. Давайте пожелаем участникам... Болеем за наших. Болеем за наших. Спасибо. Спасибо, Марина Алексеевна. Спасибо. В студии вам слово.